Накануне в Лазаревке сошел оползень. Его спровоцировали обильные осадки. В результате рухнула подпорная стена, состоящая из бетонных блоков, между двумя домами в переулке Павлова, которая повредила трубу. Жители остались на некоторое время без тепла. Его восстановили в ту же ночь. Возле рухнувшей стены было организовано круглосуточное дежурство казаков, полиции и спасателей. На месте ночью работала комиссия из сотрудников Управления капитального строительства администрации Сочи и геологов, которые определили прочность почвы. Всю ночь продолжался мониторинг данной ситуации. И если на вчерашний момент у нас возникали такие опасения, то несмотря на всю ночь шедший дождь, на данный момент мы поняли, что динамики развития данной чрезвычайной ситуации нет. И продвижение грунта на утро не обнаружено. То есть есть большая вероятность, что на этом эта ситуация стабилизируется. Сочинцам, проживающим в двух домах по улице Коммунальников и одного дома по переулку Павлова, поручению главы города предоставили временное жилье. В пансионатах Лазаревки размещены 15 человек, в том числе трое детей. Еще 42 человека переехали к родственникам. 24 человека отказались от расселения. Состояние домов оценят эксперты и определят дальнейшую возможность проживания в них. Визуально внутри и на фасадах трещин не обнаружено. Дома постройки 90-х годов. На тот момент несколько не был доработан проект данной подпорной стенки. Она была сделана во временном режиме. Теперь после проведения мониторинга, обследования, принято решение на основании введенного режима ЧС разработать проект ускоренными темпами и восстановить данную подпорную стену. Большая вероятность, что она будет уже монолитной и позволит эксплуатировать эти дома довольно длительное время. Подача воды в дома будет возобновлена, как только минует угроза дальнейшего переувлажнения почвы. На месте находится машина водоканала с питьевой водой.